Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я показывал вам, как изготовить вот такую весняночку методом плетения. Хотелось бы предложить вашему вниманию несколько попроще вариант, такой, чтобы почти каждый мог повторить у себя дома, с использованием тех материалов, которые есть практически под руками. Я взял крючок, несколько больше габаритов, для того, чтобы вам было лучше видно детализацию. Желательно вязать по величине, которая соответствует вашим насекомым. Но, невзирая на то, что будет вот такая очень крупная весняночка, наш окунь ее не пропустит. Я огрузил, придал вот такую вот форму, слегка приплюснул свинец. На леске, из лески изготовил вот такие глазики, которые мы сейчас будем с вами крепить. И поэтапно я буду рассказывать, что с элементов необходимо закрепить. Я изготовил небольшой вот здесь вот шарик, как уплотнение, для того, чтобы мои глазки не наползали на колечко. Немножко добавим клея. И восьмерочка здесь же, шу-колечко. Вот так мы закрепили глазки. Для того, чтобы мушка соответствовала своему внешнему виду, нам необходимо спереди еще добавить усики. Для этих целей я отрываю четыре бородочки пероохотничьего фазана. И креплю прямо к глазкам. Вот так. Прихватил, ничего пока не отрезаю. И теперь я беру, поделю, я взял четыре бородочки, поделю на две с одной и две с другой стороны. И сразу их вот так разведу. Если по каким-либо причинам у вас получается, что не совсем они расходятся, я обычно беру обыкновенный лак, который используется для вязания мушек, провел и соединил вот так их пальцами. Теперь наши усики парные, никуда они от нас уже не денутся. Отрезаем остатки. Прихватим один ус, передний, вот так. Как видите, он красиво у нас лег вдоль колечка. И прихватываем второй. Вот так они приблизительно должны выглядеть. Нанесем еще лак, чтобы они у нас были склеены. Количество, допустим, на усы вы можете перьев брать. Сами посмотрите на свое усмотрение. Если есть биоты, вяжите с помощью биотов. Но я показываю сейчас простой, доступный вариант, который вы можете использовать дома, если нет подходящих материалов. Можно взять перо индюка, можно взять перо курицы, перо петуха. Что у вас будет под руками, и с них сообразить себе усы. Промажем теперь нашу огрузочку клеем и будем двигаться теперь к хвостику. Сильно усердствовать не надо для выравнивания тела. Просто прихватить свинец, который мы намотали. Для того, чтобы слегка скрыть небольшие неровности. Потому что все это мы будем с вами обматывать еще даббингом, который сразу выровняет наше тело. Вот так достаточно. Доводим до загиба. Я опять переставляю свой крючок. И теперь здесь я делаю в районе, где я буду крепить свои уже усы задние. Я буду устанавливать шарик с добавлением даббина. Даббинг вы можете выбрать любой, какой вы сочтете. Но я обычно всегда предпочитаю такого слегка желто-оранжевого цвета. Для того, чтобы дополнительно привлечь еще рыбу. У бакоплава такого цвета, если где хвостовые придатки, обычно напоминает для рыбы личинку, которая будет откладывать яйца. Что дополнительно привлекает еще нашу рыбу. У веснянки, конечно, этого нет. Но я все равно так делаю. И теперь нам необходимо, так как у нас хвостовые наши придатки значительно пышнее усов. Я оторву пучочек вот такой примерно перьев охотничьего фазана, примеряем здесь длину их и прихватим в одной точке. И так же я разведу наши бородки, примерно поделю на две равные части и разведу их в стороны. Вот так. И с помощью теперь нитки, обматывая вот так вот восьмерочкой, я придам им направление. Вот мы хорошо развели. Теперь окончательно я их подкреплю, чтобы они у меня были возле шарика. Вот так. И мы можем спокойно с вами промазать их лаком, пока наши задние придатки будут, хвостик клеится, мы будем с вами изготавливать дальше мушку. Если есть биоты, пожалуйста, крепите биоты. Вот в таком положении мы оставляем наши усы, подклеим еще хорошо. Я использую профессиональный лак, так как он воды не боится и в то же время покрытое изделие этим лаком обладает определенной эластичностью. Поэтому лучше, конечно, использовать лак. Теперь эту часть я переламываю, добавляю еще остатки, которые мы с передних усов. И здесь оставляю всю вот эту нашу конструкцию. Немножечко добавим еще клей. И окончательно прихватим. Остатками этого пера мы с вами будем изготавливать чехольчик сверху нашей весняночки. Для того, чтобы сверху покрыть весняночку, я поотрезал кусочек пленки. Пленка обыкновенная из упаковки, полиэтиленовая. Поэтому, если вы подберете для себя что-то другое, без вопросов, и здесь же я ее креплю. С помощью этой пленочки мы с вами будем формировать тело. Закрепили. Для сегментации я взял кусочек лески 0,12-0,14. Цвет большого значения не имеет, но лучше, конечно, чтобы она была крепкая достаточно, так как мы тело будем хорошо с вами проматывать. Годится. Промотали. А теперь, для того, чтобы нашу мушку продолжать дальше вязать, нам необходимо изготовить с помощью даббинга тело и дойти до уровня формирования грудки. Для этого я буду использовать обыкновенный подшерсток, который у меня остается при вязании мушек. Но лучше, конечно, в идеале был бы мех кролика, который несколько мягче, чем подшерсток песца. Если есть у вас искусственный, пожалуйста, можно использовать искусственный. Цвет белый, потому что мы будем подкрашивать немножечко спинку, а брюшко у нас останется таким светлым, каким мы берем даббинг. В природе наша весняночка имеет такой оттенок. Серо-оливковый брюшко у нее, поэтому желательно соблюдать пропорции изготовления тела и цвет. Изготовили тело из даббинга. Теперь, для того, чтобы дальше продолжить вязать нашу мушку, я верхнюю часть подкрашиваю. Можно не подкрашивать, это вы уже как сочтете нужным, до примерно середины тела коричневым фломастером. Теперь я беру нашу полиэтиленовую пленочку и, натягивая ее, складываю вот так пополам. И начинаю выполнять обмотку по всему телу. Доходим до нашей грудки и здесь окончательно я креплю пленочку. Оставшиеся перья, которые мы крепили с вами сверху, теперь мы прикладываем. Подравниваем, чтобы они у нас одним ровным слоем были. Не скучены. И здесь же я прихватываю все эти перья. Прихватили, остатки отрезали, удалили. Леской я буду выполнять сегментацию с хорошим-хорошим продавливанием тела. Следим за тем, чтобы верхний наш чехольчик, который мы постелили, леска не утаскивала. У загиба я делаю один полный оборот. И потом начинаю делать сегментацию всего тела. Дошли до уровня грудки нашей. Здесь закрепим леску, остатки отрежем. Добавим немножечко клея и хорошо-хорошо прихватим нашу леску. Как всегда, рыба, когда питается, вот вышло у нас вот такое теперь тело. Снизу светлое, сверху у нас коричневое и покрыто чехольчиком. Рыба, когда кормится, обычно всегда на приманке, которую мы изготавливаем, уже замечено, реагирует на определенные элементы, которые мы изготавливаем в наших мушках. Так вот, чехольчик, который мы будем сейчас изготавливать, так же, как и лапки, имеют большое значение. Чтобы сильно не забивать голову со всевозможными материалами, я беру обыкновенную изоленту черного цвета, складывая край пополам на ширину моих крыльев, которые я буду укладывать сверху. Хотя бы один элемент крыльев, сегмент, нам надо уложить. Теперь здесь, для дальнейшего изготовления, мне понадобится серый даббинг. Нанесем на нить немножко даббинга, чтобы не было сильно рыхлым наша грудка и хорошо промотаем место, где мы крепили наш чехольчик, верхний. Теперь добавим еще немножко и закрепим наши зачатки крыльев. Я подготовил, вот, вырезал с таким сегментом. Длина должна приблизительно доходить до середины тела. Как вы сочтете нужным, так вы и закрепите. И в этом месте мы крепим. Вот приблизительно так выглядят наши зачатки крыльев. Теперь мы с вами промотаем, промажем клеем и промотаем место крепления даббингом. Я поменяю нить, буду использовать несколько тоньше, так как мы сейчас будем крепить много элементов, а утолщение нам здесь нежелательное. Теперь я подготовил с обыкновенной резинки, которая вот у меня была под руками. Вот такие связал узелочки. С одной и с другой стороны, для того, чтобы нам изготовить наши лапки. Можно гораздо проще выполнить вариант. Сверху накрыть пером и потом закрыть чехольчиком. Но лапки немаловажный элемент, на который наша рыбка обращает внимание. Устанавливаем их, так как они должны у нас стоять. Подхватываем. Следим за тем, чтобы длина уже сразу соответствовала, потому что у нас не будет потом возможности их подрезать и подровнять. Прихватили. На это место немножечко добавим клея. И промотаем дабином. Остатки резиночки отрежем. Посмотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не мешали мне в дальнейшей работе. Для следующего крылышка я также беру... Из изоленты подготавливаю крылышко. Я закрепил крылышко... Зрачатки крылышка вернее. И теперь мы будем крепить следующую пару лапок. Мы закрепили с вами лапки. Вот они смотрятся у нас так снизу. И я закрепил кусочек полиэтиленовой вот такой пленки. Для того, чтобы сделать... Закрыть чехликом грудь. Крылышки у нас есть. Все у нас есть. Теперь мы подкрасим немножечко наш... Пластик. И накроем сверху... Нашим полиэтиленом. Здесь не имеет большого значения... Его цвет, поскольку попадание в воду он сразу станет у нас коричневым или же черным. Поэтому я всегда подкрашиваю снизу черным. А он потом уже станет соответственно как сам захочет. Закрепили перед глазками. И теперь аккуратно так, чтобы не нарушить. Наши усы. Я делаю пару-тройку оборотов за глазками. Вот так. И в завершении переламываю обратно нашу пленочку. И ее креплю уже здесь, за глазками. Теперь нам остается только подкрасить лапки. И сделать завершающий узел. Я закрепил нить. Подкрасил немножко лапки. Вскрыл лаком верхнюю часть чехольчика, который мы делали из охотничьего фазана. И все. Наша вот такая весняночка готова к рыбалке. Практически неубиваемая. Вы можете использовать в качестве лапок все, что сочтете нужным. Я изначально взял белую резинку, чтобы показать, что можно из любого материала, который у вас есть под руками, изготовить мушку. Проявив немножечко смекалочки. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.